Ну что, всем привет, друзья, и сегодня на нашем распаковочном столе вот такая суперогромная посылка, которая пришла в каком-то мешке, который был завязан тесемочкой. Первый раз такое было. Ой, она досталась, потому что я ее открывал. Первый раз такое было. Потрясающе. В общем, давайте достанем саму посылку из этого мешочка. Теперь картина для нас более привычная. Вот этот желтый скотч, все там обмотано. Давайте дальше разберем и посмотрим, что же там находится у нас внутри. Нет, ну слушайте, это вообще, это просто, здесь еще есть один слой картона. Правда, он не полностью охватывает, но тем не менее, бангудовцы молодцы, ребята! И, наконец-таки, перед нами предстает вот такое чудо, которое называется Monster Track. High Speed, все дела. Так, в общем, я не знаю пока что куда смотреть. Работает на 2,4 ГГц. ГГц, стоп, что-то здесь шкалы, большая скорость, я не знаю. В общем, давайте посмотрим на коробочку. Это, как вы уже поняли, машинка на радиоуправлении. 42 километра в час написано. Представляете, 42 километра в час может ехать вот это чудо. Это ее вот это вот основная, так понимаю, база, потому что вот это вот, что сверху, это просто... Эх, она поломана. Слушайте, вот это вот мне не очень нравится, потому что, видите, продавлено все. Мне кажется, там маленько что-то поломалось. Здесь вот нам показывают про пульт управления. И сзади вот такая картиночка. А с обратной стороны коробки вся вот эта вот информация, что куда, куда батарейку, всякие предупреждения и так далее. Ну и давайте же скорее открывать нашу машину с магазина bengu.com. И извлекаем ее из коробочки. Сразу нам тут падает инструкция, причем так добротно сделано. Таких машинок есть две, есть вот такая, есть вот такая. Типа номер 9115-9116. С этой стороны у нас комплектация, нам рассказывают. User Manual это то, что я держу в руках. Батареечки нужны, все дела. Что, куда, как вставлять здесь описывается, я так понимаю. Всякие какие-то детальки, запчастюльки, наверное, коды. Это можно будет как-то менять, кастомизировать и так далее. Болты. Ой, какие-то инструкции по подвеске, что ли, я не знаю. Это вообще, слушайте, как-то все тяжело. Я думаю, это уже собрано все, потому что сейчас быстро вникнуть в это просто не получится. Нет, вы только взгляните, это реально какой-то монстр. Это просто потрясающая тачка. Wild Challenger Turbo написано на ней. Ладно, давайте ее извлечем из всего вот этого. Колеса просто огромные. Просто, я не знаю, какая-то, не знаю просто. У меня слов даже нету. Язык заплетается. Так, разбирая ее, я внутри нашел здесь вот такая вот коробочка. Там, наверное, будет то ли пульт, то ли что. Я не знаю, сейчас мы это увидим. Нет, здесь зарядка, причем русская сразу же идет. И далее, да, отвертка, колесико, еще что-то для пульта. Давайте откроем. Вот такое колесо-крутилка. Прикольное. Ключик. И отверточка крестовая. Еще чуть дальше снизу лежал вот такой вот пультик. Пультик что-то какой-то, я не знаю, вот этот вот можно было чуть поаккуратнее сделать, конечно. Либо черным оставить, потому что красная краска не очень смотрится. Но, тем не менее, здесь вот мы подаем газку. Это, наверное, обратный ход. Это просто антенка. Он-Офф переключение у нас есть. И нужно вот это колесико как-то вот приманстрячить вот сюда оно идет. Вот сюда. То есть вы управляете вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. На этом, короче, заканчивается все управление, в принципе. Здесь вот батарейный отсек. И, собственно, пультик у нас кушает батареечки пальчиковые. Две штуки. Вставляем все это дело. И закрываем нашей чудо-крышечкой. И обратно надо на винтик закрутить. Точнее, шурупик. Ну что, друзья, вы готовы? Вот он. Вот этот супер монстр. Это просто мега-тачка. Я не знаю, как вы, но я в жизни просто такого не видел. Таким не пользовался. Вы только взгляните. Посмотрите на эти колеса. Они просто шикарные. Они огромные. Смотрите, как они круто крутятся. Раз колесо. Тут есть... Давления особого нету, но они как покрышка настоящая. Видите, оно проминается. Настоящее литье. Задний там идет привод. Они так не крутятся. Это свободный. Это же не полноприводный автомобиль. Вот. Полностью рабочая подвеска. Вы только представьте. Смотрите. Независимая рабочая подвеска. Амортизаторы как в машине. Блин, это просто нереальная какая-то вещь. Смотрите. Здесь все работает так. Здесь все работает так. Передняя, соответственно, тоже все работает спереди. Вот так вот смотрится. Гляньте только в лицо. Взгляните в этого монстра. Здесь написано Super Sonic. Super Sonic. Действительно. Я надеюсь, он так и будет ездить, как Super Sonic. Потому что, например, подвеска вот у него работает. Смотрите. Она тут так работает. Так. Тут так. И полностью он... Вот. Смотрите. Вы только представляете, какая амортизация у него будет? Это просто нереальная какая-то тачка. Мега. Плюс еще от колес. Я не знаю, скорость какая у нее будет. Вообще просто не представляю. Достаточно тяжелая вот эта основа. Потому что это все вот отгибается. Видите? Это просто вот эта крышечка. Ее можно менять. Как раз ее вот погнули. Если посмотреть сверху, о чем я и говорил. Видите? Бок торчит. Он должен быть вот так вот. Это все наша почта России. Проклятая, которую так хает. И есть за что теперь в моем случае. Не первый уже раз. Но куда деваться? Блин, я не знаю. Мне уже, я не знаю. Мне уже не терпится просто взять в руки вот этот чудо-пульт. Я не знаю, она сейчас работает или нет. И просто прокатиться. А тестировать, я думаю, мы будем ее явно не дома. Потому что она и придумана не для дома. Это уличная, настоящая, уличная тачка-монстр. Я не знаю, заряжена ли машина. Потому что там, походу, аккумулятор встроенный. Но если включить пультик, то начинает мигать вот эта кнопочка. И ничего у нас не происходит. Вот. Наверное, может что-то приконнектить надо. Давайте сейчас я маленько разберусь. И потом дальше продолжим. Возможно, нужно зарядить батарейку самой машины. Чтобы это сделать, нужно нам пробраться вот в этот вот отсек. Тут есть вот, если вы можете видеть, вот здесь. И вот здесь вот с двух сторон по две штучки, которые нужно отогнуть. Отгибаем. И мы получаем доступ, должны получить к батарее. Она вот там вывалилась. Но, наверное, надо снять верхнюю крышку автомобиля. Да, ребята, так и есть. Мы снимаем вот эти вот шпуньки, которые держали сам корпус. Убираем сам корпус. Он из себя представляет просто пластик. Но это сделано специально, чтобы, мне кажется, дешево было это все заменить. Если сломается и так далее. Потому что тачка такая, достаточно опасная. Вот те штуки, про которые я говорил, которые нужно отогнуть. Они были загнуты вот сюда. Придерживали вот эту верхнюю крышку. Кстати, вот поближе вам, смотрите, все устройство машины. По сути, это вот. Так. Мы убираем крышечку. Аккумулятор был не подключен. Поэтому у меня ничего не получилось. У нас здесь есть вот что. Литий-ионная батареечка на 16500-1800 махов. 9,6 вольт. Это посоединяется у нас с зарядничком. И можно будет все это благополучно зарядить. И после того, как вы зарядили, все это вставляете вот сюда. Защелкиваете и собираете в обратной последовательности. Не забыв при этом включить вот этот вот переключатель. Там вот что-то замигало, когда его включаешь. Вот. Я видел, какой-то торчит провод. Я не знаю, что это значит. Но думаю, сейчас маленечко подзаряжу. И мы с вами протестируем данный экземплярчик. Ну что, аккумулятор подзаряжен. Для нашего маленького сейчас, который будет теста, я думаю, хватит. Опять же таки, включаем пультик. Ой! Ребята, это было что-то. Секунду! Офигеть! Знаете, что я не учел? Как только, вот смотрите, я сейчас держу, да, на тормозе. Как только я отпускаю тормоз, происходит вот что. Это вообще бебет! Она как едет, смотрите! Это вообще жесть, как она... А-а-а! Это вообще пипец! Как она крутит! Я не знал, что она сразу пойдет. У меня она просто улетела нафиг со стола. Потому что, как только вы отпускаете вот это вот... Даже страшно, я не знаю, отпускать. Ну-ка. Хопа! Это пипец. Я думаю, надо уже прямо сейчас срочно переходить к большому глобальному тесту, где-то перед, вот как-то вот так вот было на улице. Ну что, друзья, настало время теста. Мы на открытой местности. Сейчас, секунду, вот здесь вокруг очень много всего, и мы начинаем наши супер-тесты. Так. Она очень быстрая, просто нереально быстрая. Сейчас я вам покажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, друзья, это был вот такой просто мега монстр. Это офигительная тачка. Ссылочка на нее будет в описании. Я не знаю, я в шоке. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждите мои новые видео. Всем пока!